День добрый, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать, как же у меня себя чувствуют мята, душница, розмарин. У меня в тепличке есть вот такой уголочек. Как раз эти растения я не высаживаю в открытый грунт. Они у меня находятся в 4-литровых горшочках, в которых они и находятся. Я сажу свежие укорененные чередки, не старые маточники, старые маточники я высаживаю на улице. Они у нас растут для нас, мы их употребляем в чай, в десерты всякие разные, сушим на зиму, потому что я любительница всех этих травушек, муравушек. Давайте посмотрим, как они себя чувствуют. В принципе, это у нас душница, маргарита, по-русски говоря. Вот такая вот душничка. Сейчас как раз у меня начинается сезон черенкования. К осени, чтобы были череночки, потому что многие из вас просят вам выслать черники мяты. Обязательно расскажу, какие укоренятся будут у меня в наличии. А пока просто полюбуемся и посмотрим. Очень сильно мне нравится тимьян. Тимьян, он цветет. Если посмотрите, вот есть мелкие, маленькие такие цветочки. Он настолько душистый, настолько привлекательный, настолько он вкусненький. Есть у меня новиночка для меня в этом сезоне. Вот такая вот мята, вот такая вот крошечка, посмотрите. Крошечная. Пахнет прям вот мятой-мятой, такой вот настоящей мятой, такой жвачкой слегка. И тоже цветет у нее цветок очень мелкий. Миленький-примиленький. И для тех, кто любит круглый год, чтобы были травы, можно дома высадить череночек, тоже где-то литров 3-4, поставить на подоконник, создать условия. Очень важно в зимний период, конечно, их тоже не переливать. Мохита, моя любимая мохита. Она одна из любимых, потому что я много такие мяты люблю. Она идет у нас как раз в напитке. Очень сейчас сезон у нас сейчас жарко. Пришла жара наконец-то, мы думали, уже лето закончилось. Ничего подобного, лето продолжается у нас, по крайней мере, в Хакасии, в городе Ябакане. Она, мохита, привлекательна тем, что можно делать напитки как холодные, так и горячие. Если вы добавляете лимон, добавляете лайм, добавляете минеральную водичку, можно какой-то сиропчик. Очень такой приятный, бодрящий. Вот такой напиток живительный, я так называю его, живительная влага. Давайте сделаем живительную влагу. Шоколад. В открытом грунте шоколад, мята-шоколад, она смотрится немножко другая, и вырастает повыше, побольше. И цвет у нее потом темнеет. У меня листик становится темным. Присутствует, в каждой мяте присутствует ментол. Но где-то больше ментола, где-то поменьше ментола. Совсем мало ментола у нас находится мята-земляника. Смотрите, как она себя показывает. Она, у нее аромат земляничный, настоящий прям земляники превалирует больше, чем ментол. Да, вот этот мятный вкус, вкус и аромат. Также очень мне нравится по запаху, я думаю, любители мяты узнают, конечно же. Это варигатная, это мята-ананасовая. Очень красивая, на улице смотрится замечательная. Любой уголок украсит, приукрасит. Взгляд свой на ней всегда останавливается. Ароматный запах ананаса. Мне вот напоминает слегка Вьетнам, Таиланд, жаркие страны. Кто бывал, тот меня пойдет, конечно. Тоже оригинальная, люблю ее очень сильно. Также у меня есть в наличии, немножко зарастает травой, полим периодически. Это нормальное явление. Это у нас грейпфрут, лимон, грейпфрут. Есть у меня грейпфрут обычный, есть лимон, есть грейпфрут блэк. Блэк у него становятся листики такие темненькие, только поэтому она и называется блэк. Легкий аромат такой фруктовый, конечно же, имеется. Так, сейчас посмотрим, это у нас, что за дама, дама фруктовая. Фруктовая, она такая универсальная, у нее тоже тонкий, легкий аромат фруктов. Она легкая, и у нее такой легкий, тонкий шлейф именно фруктового аромата. Так, залезем туда подальше, уже поливать нужно. Солнце сегодня весь день светит очень ярко. Это у нас имбирная, посмотрите, она уже зацветает. Практически вся мята, она цветет, набирает цвет. Имбирная, она такая немножко островатая. Мне кажется, есть чуть-чуть остренька. Хотя у нас у каждого из нас, из всех людей, обоняние абсолютно у всех разное. Кому-то кажется так, кому-то так. Но в принципе, если глаза закрыть, мы иногда с младшей дочерью, по крайней мере, раньше играли, закрываем друг другу глаза. Кстати, это развитие для ребенка тоже. И на запах угадай, называется угадай какая мята. Угадывали, она, кстати, мне всегда выигрывала. Вот дети, они, видимо, чувствительные, все это запоминают. Ну, фаворит, один из фаворитов, ягода со сливками. Я чувствую, она высокая вырастает. Я чувствую всегда вот этот тонкий аромат каких-то вот таких сливок и мне напоминает сливочную карамель. Вот прям тоненький такой, тоненький ароматик есть. Так, тут у нас в самом конце, вот грейпфрут блэк, вот если вы посмотрите, стволики у него становятся темненькие, будут еще темнее, в зависимости, какое освещение. На улице мята, кстати, она вся более насыщена, да, когда яркие прямые солнечные лучи. У нас тут немножко теплица прикрыта, не прямые солнечные лучи, в основном рассеянные, и поэтому цвет немножко ненасыщенный, не такой вот такой, ухъядреный. Так, давайте посмотрим. Марокко. Марокко очень хорошо освежает дыхание. Это вот как жвачка, запах настоящей мятной жвачки. Нюхаешь прям сразу в голове встает там аромат, вкус, жевательные резинки. Прекрасный. Мне он очень нравится, его можно, кстати, сушить и даже сушеный кусочек листик. Мяты очень хорошо освежает дыхание, сразу легкостью. Тут, мне кажется, горло так обволакивает и становится легко дышать. Так, я вам показала не всю мяту, конечно. Коротко рассказала, мне еще нравится, давайте я вам расскажу про розмарин. Это маленький черенок был и посажен не так давно, поэтому он еще не разросся. Это розмарин ампельный. Очень хорошо растет дома, себя показывает. Прекрасно его в кулинарии употреблять. Кто любит, не асказо печь, рыбку, розмаринчик. Всегда такой, ну, настоящий розмарин. А он еще ампельный, знаете, у него такие длинные. Он плети пускает и становится такой большенький. У меня на улице, конечно, растет. Надо будет посмотреть, как он там себя чувствует. Друзья, еще хотела, конечно, вам показать панту. Панта душница. Душница панта. Немножко под солнышко, она попала не вовремя. И она у меня еще пострадала тем, что завелся клещ. Есть определенные мяты, на которых заводится, может завестись клещ. Поэтому обработка прям нужна обязательно. Даже профилактическая. Если видите, что нет клеща, классно, замечательно. Но на всякий случай я всегда рекомендую обрабатывать. Панта чем хороша? Запах душницы. Вот как в тайге, как в лесу растет душница такая. Можно дома выращивать. В оригадности привлекает всегда взгляд, красота. Украсит также любой уголочек. Украсит уголочек на вашей кухне, на вашем подоконнике. Но что я предлагаю? Я предлагаю сейчас начать черенковать. Я покажу, как я это все делаю. Так я черенкую. Мята очень хорошо укореняется. Начиная где-то 3-4 дня, некоторые экземпляры бывают и быстрее укореняются. Я укореняю его в субстрате. Для укоренения мяты мне понадобится тепличка. Такая вот зелененькая. К ней будет прозрачная крышка закрываться. Сюда кладу кассеты, которые набиваю субстратом. У меня агробалт здесь чистый, торф. И обязательно каждый сорт подписываю. Тут уже морока посадила, ягода со сливками, апельсиновая. Сейчас у меня на подходе ананасовая прекрасная. Посмотрите. Беру вот такие вот черенки. Сажу в среднем где-то по 2-3 череночка в одну вот в такую вот ячеечку. У меня есть палочка. Я макаю в радигрин, хотя мята укореняется без радигрина. Просто с радигрином намного-намного быстрее. И все это вот сюда сажу. Вот таким вот образом оно. Смотрите. Вот так вот выглядит. Затем я, конечно же, проливаю обычной водичкой. И а-ля оп! Укорененные череночки будут буквально через пару уже недель будут готовы. Вот сколько у меня сегодня предстоит. Трудов. Люблю такие труды. С удовольствием, с огромным. Если вы ни разу не выращивали мяту, обязательно попробуйте. Стоит, попробуйте ради этого прекрасного аромата. Мне кажется, он передается даже через экран. Ощущаете? Аромат ананаса манит своим тонким-тонким, вкусным, как говорится, фруктовым запахом. Хочется нюхать, нюхать и нюхать. Вот такие вот волшебные у меня растут здесь кусты, друзья. С удовольствием черенкую. Использую в своем рационе. И вам рекомендую того же. Друзья, ну а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Помните, красота спасет мир. Идем делать мир краше. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok